Полкилограмма творога и немного сакара. Четыре яйца. Вот они перед вами. Мы их разбиваем. Дальше. Вот здесь находится очень важный ингредиент, который дает возможность сделать массу более плотную, чтобы этот продукт, блюдо, вышло таким, как нужно. Значит, четыре ложки хлопья. Следующий этап – это наш миксер. Нож минцер, паштетный. Маша масса готова. Как я уже говорила, можно завакуумировать и делать это через две недели. Дальше. Следующий этап – это наша сковорода, которая для приготовления должна быть холодной. То есть все ингредиенты закладываются в холодную сковороду. И первый шаг – это буквально две столовые ложки коричневого сахара тростникового, который расплавится и превратится в карамель. Вот так распределим равномерно. Крышка она фиксируется, вы все знаете, таким образом. И следующий продукт – это груша. Далее нам нужно некоторое количество корицы. Остается выложить взбитую творожную массу. Закрываем крышкой. Сейчас очень важный момент. Мы включаем минимальную энергию, но для того, чтобы результат был тот, который нам нужен, вы знаете, что при приготовлении на крышках центр посуды собирается конденсат. Его надо убирать. Таким образом мы создаем, имитируем эффект духовки. Если вы знаете, в духовке любое блюдо испекается где-то, ну, по времени я не говорю, но самое важное при температуре не меньше 180 градусов. Для такого продукта, как творожная запеканка или пудинг, как мы его называем, это просто губительная температура, как и, собственно, для любого продукта. И, кто не знает, в сковороде наш пудинг будет запекаться при 60 градусах. Ну вот, результат есть. Пудинг готов. Я вам демонстрирую, как он выглядит в сковороде. Но последний шаг это убрать конденсат. Последний раз. Я просто показываю, как мы это делаем. Простым одним движением руки мы можем произвести вот такую операцию. В результате у нас чистая сковорода и великолепное блюдо. Приятного аппетита! Продолжение следует...